Антон, мы хотим подытожить диету, то есть получается вредно, нужно обращать внимание на масла, на употребление масел, можете здесь подытожить и к молоку перейдем? Ну вот масла это надо исключать именно для российских жителей. Рапсовое масло, пальмовое масло. Их много, вот берете состав и там пять строк масел может быть. Я всегда говорю, чтобы легче было. Три масла, сливочная, подсолнечная оливка, все остальное желательно по минимуму. Ничего страшного, у меня даже в Макдональдсе съесть раз в месяц, но если это будет раз в день, то соответственно получите бряшки. Мы недавно парня приоперируем в 32 года, инфаркт не схватил. Все, пожалуйста, он питался как раз всеми этими маслами. Все говорят, ой, а что же тогда есть? Пожалуйста, я питаюсь так. То есть получается каждый день в Макдональдсе бургеры какие-то не надо. Это невозможно, просто на мой взгляд. А если это раз в какой-то большой промежуток времени, то ничего страшного, организм с этим справится. Конечно, он успеет это вывести. Ну давай к молоку, интересная тема с молоком, очень противоречивая. Что касается молока, там самое главное нельзя нормализованное и восстановленное. Просто как получается у нас? Молоко корову не может дать 2,5%. Ну было бы прикольно, один сосок там 4,7, другой 2,8, ну классно было бы. Но так нельзя, поэтому молоко цельное, оно пишется обычно там от 3,5 до 4,7%. Вот. А если хочется определенный процент, там особенно девушки, которые хотят похудеть... А есть ли вообще в этом смысл? То есть это работает? Вот, я... Вот жирность вот эта, если ее убирать, действительно ли это помогает? Вот я рассказываю, как это делается. Если написано цельное плюс обезжиренное, тогда нужно получить 2,5%. То есть это смешали обычное молоко, узнали его процент, да, и добавили до нужного процента обезжиренное молоко. Отлично. А что такое нормализованное и восстановленное молоко? Это обычное молоко. Сливки убираются на продажу. Ну это вот жир, грубо говоря, да, остается это обезжиренное молоко. А потом ее восстанавливают и нормализуют. Ну нормализуют, приводят к нормальному проценту. А чем это восстанавливают, если сливки продали? А, рапсовые. Ну различные маслами, там не рапсовые. Это производитель не обязан указывать... То есть каким-то жиром, просто не животным. Плюс как молоко проверить, оно нормально или нет? В смысле его можно пить или нет? Очень легко покупать лактобактерии. Около трех миллиардов должно быть. Ну то есть в капсуле обычно один миллиард. Ну линекс, там, я не знаю, судофилус. Лакта именно не бифидонбактерия, а лакта. Вот. И три капсулы, ну в каких-то просто капсулах два миллиарда. В каких-то один, в каких-то три, в каких-то пять. Вот нам нужно минимум три миллиарда. То есть если по одному миллиарду, то берем три капсулы. И прямо в бутылку молока высыпаем. Ну только что открытую. Закрываем, ну можно даже не закрывать. Ставим, но для чистоты эксперимента лучше закрыть. И ставим рядом, ну в теплое место даже. Не то что рядом с плитой, это уж так, да. А просто в теплое место без солнца. Через, если много добавить бактерий, да, там пять миллиардов, то возможно уже через три-четыре часа вы получите простоквашу. Вот. Ну амориный там какой-нибудь, да? И вот как раз таки по вкусу того, что получилось, можно определить, можно это молоко пить или нет. Если оно кислое, ну получилось простокваши, да, именно отделилось простоквашей и сыном. Это нормальное молоко. Вот его можно пить, значит. Если у нас вкус горький, ни в коем случае такое молоко нельзя пить. Потому что это, да, обычно либо масла окисленные, либо бактерии патогенные, то есть там пышечная палочка, еще что-то, либо масла. Вот. И третий вариант есть, когда получилось не раздельно все, а смешанно кефир получился. Это значит дрожжи. Это значит на производстве где-то рядом фасует кефир и дрожжи попали просто в это молоко. Страшного категорически нет, но если вы люди здесь, которые не переносят, Дрожжи тут тоже с точки зрения, там, если, например, человек имеет проблемы с грибками, Дрожжи лучше не надо. Вот в том-то и дело. Поэтому, соответственно, эта фирма, которая все время простоквашу молоко превращает, да, скорее всего, лучше не пить. Потому что, значит, рядом производство идет вместе с дрожжами. Соответственно, они попадают в это молоко, и если человек будет пить, он будет нехотя получать эти дрожжи. Несмотря на то, что он вроде бы пил не кефир, а молоко облачное. Вот это все, что касается молочной продукции. То есть это можно так вот в магазин пойти, да, выбрать себе производителя, и любое молочко не восстановленное, где написано, да, нормальное молоко, попробовать. Оно должно быть цельное, максимум цельное плюс обезжиренное. И вот здесь я сразу ремарку даю, что это единственное слово обезжиренное, которое можно услышать. Все остальное слово обезжиренное нужно бояться как огня. Любой продукции сразу облегчает жизнь. обезжиренное, лайт, суперфитнес и так далее. Можно даже состав не читать. Там везде будут искусственные масла, я их называю искусственные, потому что они не усваиваемые. Некоторые прямо так пишут, модифицированные масла, иногда даже химические масла. Какие можно? Сливочное, оливковое, подсолнечное, пожалуйста. Нет, вот касательно молока, то есть... А молоко просто цельное, максимум цельное плюс обезжиренное. Плюс обезжиренное. Это единственное слово обезжиренное, которое можно услышать. Все, во все остальные продукты обезжиренные нельзя. Вот именно в молоке, да? Только молоко. Ну, соответственно, если вы видите состав, например, творог, да, вот творог обезжиренный... А творог, да, 9%, там, 1%, 5%, 3%, то же самое, наверное. Да, все касается состава, везде читаем только состав. А на рынке вот, например, если там состав? На свой страх и риск. Некоторые творог на рынке горит, вам показывали, пожалуйста, на видео. Что там натуральное. Поэтому здесь именно смотрим... Можно машину запробовать. Да, пожалуйста, вместо топлива, угля. Здесь только состав. Первые два месяца тяжело, потому что надо перепахать весь магазин. А с другой стороны, корзина уменьшается в 3 раза продуктовая. Потому что уже не хочется покупать всяких говняшек, вот этих, типа, печенек. Потому что когда вы читаете пятый раз состав, там, химический, да, уже просто тошнит, и этот продукт уже не вызывает желание съесть. Вот. И реально корзина уменьшается. И вы самостоятельно переходите, не заставляя себя, самостоятельно переходите на здоровое питание. Вот. Здесь же самое главное, почему диеты плохие. То, что люди заставляют себя не есть. А чем больше они заставляют себя не есть, тем больше это хочется. Да, да. И когда нельзя заставлять себя? А здесь вот, когда человек ставит эти химические названия, ему просто этого не хочется. И он перестает это покупать. Со временем. И ничего страшного. Ну, это вполне естественно. И человек потом сам переходит на здоровое питание без каких-либо проблем. А тут с точки зрения, можешь еще раз уточнить? Допустим, творог там один процент. Просто состав посмотреть, да? Если там масел этих нет, если просто молоко обезжирили, то этот творог нормальный. То есть, он должен там быть состав написан. Молоко ценное, закваска. Либо молоко ценное плюс молоко обезжиренное, закваска. Вот. Все. Это творог. Просто если вы увидели творог обезжиренный, это некая смесь мела с талька. Есть нельзя. Чтобы можно было есть, формировать комочки. Вот. Добавляют различные масла. Химические, пальмы, какие-нибудь. Вот. Получается, комочки их можно есть. Просто производитель может растительные масла как считать за жир, так и не считать за жир. Почему, например, в Канаде я не мог найти сливочного масла? Там его нет вообще. Очень сложно. Мы обезжали полторон, чтобы найти сливочное масло. Там везде крема обезжиренная. То есть, 0% жирности. Ну, типа здоровое питание. Но это искусственно. Это маргарин. Это нельзя есть. Угу. Поэтому там тоже, как и в Штатах, начинают раздувать людей. Потому что как раз-таки именно эти масла будут откладываться, и будут откладываться. И пляшки, и так далее, и тому подобное. А люди об этом и не знают. А, не информируют. У нас не информируют. Вот. Интересно, очень интересно. Ну, а касательно еще каких-то моментов диеты есть? Ну, диет, что касается северных, вот третье правило у меня, да, это то, что мясо красное. Ну, потому что мы в северном районе живем. Мясо красное можно или что? Нужно. Там два-три раза в неделю нужно красное мясо. Потому что мы в северном районе живем. И железо третьей валентности можно получить исключительно с красного мяса. Ну, наш организм сам выцепляет. Мы его не уколоть. Я рассказывал про инъекции за 150 тысяч. Гематолог говорит, через там два-три месяца как не бывало. Даже самых дорогих препаратов. Только через мясо человек может выключить этот железо определенной валентности. Видно, в каком-то белке. Ну, нам еще неизвестно, как это происходит. И его усвоить. Вот, поэтому для северных, наверное, обязательно красное мясо два-три раза в неделю. Ну, это говядина там, например? Говядина, утка, дичь, там, бобра, не знаю, нормально. А курица уже нет, да? Нет, курица это индеек, это белое мясо, это не красное мясо. Там красное мясо только сердце. Ну, тоже там небольшой объем, скажем так. Да, лучше говядина, самая простая. Либо кролика побольше, да. Кто часто двигается? Вон, утки, которая дикая, она вообще вот такого цвета не у меня мяса. Потому что железо такого количества. Чтобы ей летать и насыщать ткани кислородом, ей нужно огромное количество железа и на третьей валентности. Поэтому у меня мясо реально вот черного цвета. Кролик тоже не подходит, да? Кролик подходит. Подходит он будет, да. Просто там, который выращенный, он будет не в таком содержании количестве железа, а который выращивается именно где-нибудь на даче, в ферме, где они бегают, да. Или, тем более, с охота, там будет красное мясо. Естественно. Это дешевле. Это дешевле. Закупается? Оно, как помню. Вот. Это препараты, да? Да. Именно вот эти омега-3, рыбий жир, это бесполезно пить, еще хуже только делается. Вот раньше я был параллельно, потом, когда уже статистику начали собирать по крови, это я понял, что надо отменять срочно. Мы это отменили и все сразу нормализовалось. Вот. Омега-3, 6-9 жирных кислот можно получить с помощью одного единственного препарата. Это Амакор, но он очень дорогой и только под назначением доктора. Потому что реальные омега-3 жирные кислоты, они так воздействуют на организм, особенно на сердечную мышцу, что оно должно быть только под контролем доктора назначено. Вот. И плюс он стоит 5000 рублей в месяц. Сколько рыбы можно съесть на эту сумму? Это я считал, что можно по 200-300 грамм форели в сутки съедать. Поэтому, на мой взгляд, лучше пойти купить один раз. За одно можно сэкономить на другой еде, то есть не придется покупать. Так, а самое главное, фосфор еще будет в рыбе натуральной. Фосфора что это? Это единственный фосфор, но единственный способ, который мы можем получить, единственный способ только через рыбу. Как железо третьей валятости. И есть такая же особенность у фосфора. Никакое там десно втирание с помощью зубной пасты не работает. Единственный способ только через рыбу. Даже вот, говорят, вы в костях там фосфор и так далее. Окей, захоронили человека, этот фосфор попадает в воду. По воде он стекает в речку, из речки идет в море, в море идет в кораллы. Только кораллы могут получить из воды фосфор. Только рыба, съев этот коралл, может получить фосфор. И только мы можем получить этот фосфор, съев рыбу. А не что то, что термообработка идет? Нет, это ничего страшного. Естественно, да, я говорю, что не жарить, желательно вообще пищу не жарить. То есть это желательно духовка, пароварка, тушение, как угодно. Потому что страшно именно на рыбане. Они тоже, как шашлык из рыбы? Обычно, когда мы делаем шашлык, образуется корка из углерода. А углерод, он очень сильное теплоизоляционное вещество. А у нас самое страшное, что именно соприкосновение высокой температуры с жиром, неважно каким, пальмовым, мясным и так далее. То есть даже если те же котлеты делаете, то надо их не на десятки жарить, а на пятерки, то есть в два раза меньше. Либо, почему говорят, что еда на чугуне полезная? Потому что чугун полезный, не дай бог, тяжелый. Грызть его не надо. То, что равномерно нагревается. То, что сковородка чугунная или этот казан равномерно нагревается, нет места соприкосновения жира с высокой температурой. И жир тогда не окисляется. Вы можете съесть, и он спокойно усвоится. А если его поджарить на тонкой сковородке, на тефлоновой, есть, правда, толкостенная. Самое распространенное в магазинах, толкостенная продают. Самое дешевое, конечно. Да. Именно там, в этом месте, жир животный, он не окисляется. Почему все говорят, что нельзя жареное сразу есть? Мясо надо исключать? Надо не мясо исключать, а правильно его готовить. Как в рекламе по собламе. Я не люблю кошек, просто не умеешь их готовить. Здесь то же самое. Не я. Он говорит, у меня ребенок не может есть. Зачем я буду кормить мясом, если он не хочет? Это же естественно. Ну, это то же самое, как с кошками. Он просто не умеет ее готовить. Я вообще очень в детстве переживал, что не могу есть рыбу. Потому что фосфор это... Я тоже не ел рыбу до 21 года. Фосфор, я переживал, потому что я знаю, что мозги формируются только за счет фосфора. Я уже попал. Все нейронные контакты, чтобы они быстрее и лучше работали, все за счет фосфора. Я заставлял себя ее есть просто насильно. Потому что я понимал, что я все-таки хочу... Но я иногда понимал, наверное. Морепродукты тоже в какой-то степени. Мало, да. Но в основном рыба, конечно. Но все равно ты же сейчас ешь рыбу. Вот и получаешь фосфор. Конечно, там же нам не нужно тонну. Вот. Но желательно, чтобы полноценная разбивалась. Да, это очень ценная информация. Я благодарю. И почему я рекомендую ее хотя бы один раз в неделю кушать морскую рыбу? Это омега-3, 6, 9 жирная кислота натуральная. Из-за дна не возьмешь, да? Нет, получает. Но там, видите, конфигурация. Это же не просто белок написан. Не такая усваиваемость, да? Да. Надо просто понимать, что... То есть там есть этот омега-3? Я говорю, вот, надо понять, что молекула, это не то, что написано на бумаге. Она имеет еще трехмерную структуру. Строится, не строится. Вот в том-то и дело, где есть заряженные участки. Где, в какой конфигурации. Есть альфа-бета, там... А каждый кусочек это альфа-бета, да? А эти кусочки уже белка миллиарда. Плюс какой он имеет заряд? Откуда он получен? Почему-то из ленового масла вроде тот же омега-3. Омега-3, омега-3. Но, блин, он усваивается. И все, он обкладывается в бряшки. И ничего. Я такую же тему слышал насчет мяса. То есть, с одной стороны, у некоторых людей удается быть на вегетарианской диете, а у некоторых людей не удается. И как раз вот из-за того, что некоторые аминокислоты, все-таки у них не получаются из растительного питания, потому что не та конфигурация. Вот именно для этих людей. Для некоторых людей нормально? Ну, это всё индивидуально. Это всё индивидуально, я говорю. Это надо просто подбирать. И третий пункт, в третьем правиле. На обед и на ужин должна быть обязательно грубая клетчатка. Грубая клетчатка – это овощи. Желательно свежие. Притом на обед должно быть максимальное количество белка. То есть салат? Да, салат. Ну, условно, там огурцы, помидоры, руккола. Можно ложку сметаны положить, чтобы это всё избить. Желательно свежие, чтобы эта грубая клетчатка была необработанная. Притом на обед должно быть максимальное количество белка. То есть это там, условно, стейк или рыба. И чуть-чуть салата. Как раз вот желудочная железа активная в это время? И чуть-чуть салата. Ну, это основной источник пищи, да. А вечером должен быть маленький кусочек той же рыбки или мяса, или, я не знаю… Ну, это по желанию, наверное, да? Это, конечно, по желанию. Я имею в виду соотношение, да, я именно рассказываю. И огромная там миска салата. Вот. Именно объём должен быть, особенно на ночь. Это сформирует сразу же… В пищевой комок. В пищевой комок? Да, даже не в пищевой комок. Именно дом для бактерий ваших. Они успеют за ночь заселиться нормально. Утром будет стул, в котором вы видите все токсины, потому что это грубая клетчатка. И вы целый день будете ходить здоровым, да. Какое правило? Ну, не правило, а как по себе заметить. Хорошо у вас построено питание или нет. Утром вы должны просыпаться голодным, потому что 8 часов не ели. Ну, да, как минимум. Вот. Это естественно проснувшись. Ну и салатом, конечно, не особо там наелись. Вот. Это основное, да, правило, что просыпаетесь голодным, значит, правильно, не было интоксикации ночью. Потому что если просыпаемся утром и не голодным, значит, ночью организм пытался избавиться от токсинов. Почему? Вот на ночь, если наешься или днем покушаешь и гажешь спать, сразу же просыпаешься с квадратной головой. Потому что особенно горизонтальное положение, когда принимают... Еда не двигается, да? Нет, это двигается фикснее, а то, что у нас есть еще проток лимфатический напрямую от кишки, минуя печень, сразу в сердце. И разносится как раз в первую очередь в голову. То есть вся еда необработанная, которая должна была отфильтроваться печенью, сразу идет в кровь. Поэтому если днем покушать и лечь после этого сразу, даже не утром, а просто покушать и после этого принять горизонтальное положение, проснетесь с больной головой, с сушником... После сытного обеда лучше не спать все-таки. Поэтому да. И еще правило для всех. За два часа до сна, не то, что после шести не есть, у каждого свой ритм жизни. За два часа до сна не пить не есть. Не пить имеется в виду чаев, напитков и так далее. То есть с водой обычно можно, ничего страшного без газа. А вот именно не пить не есть, никаких напитков, никакой еды, пить не кефиров, два часа до сна – святое время. Вот это правило идеально работает и в качестве снижения веса, и нормализации самочувствия, и того же утром, чтобы просыпаться голодным и бодрым, вот без этой тяжести. Чтобы организм успеет там переработать и ночью будет отдыхать. Чтобы он мог эти токсины вывести самостоятельно из себя. Не заниматься чем-то другим. Вот. Поэтому два часа до сна – это святое время. Я всем обязательно объясняю буду. Ничего в это время ни в коем случае не идти. И, кстати, вот первое время – это тяжело? Вот. А потом как бы так вот привыкаешь со временем? Честно, я бы не сказал даже, что тяжело. Вот тяжелее читать состав магазина, поверьте. Потому что со света можно подтвердить два часа каждый поход в магазин, прочитать все составы. Потому что из 20 продуктов 19 будет с искусственными жирами различными, только один будет нормальным. Сразу легкая подсказка, что все с нормальным составом обычно это русские производители. Все, что видите, иностранное, обычно это все сделано на искусственных маслах. Вот как раз почему у нас… Я всегда привожу про инфаркты. Почему инфаркты раньше были там 80-90 лет, да? И раз в каком-нибудь 55 лет его все обследуют, этого человека. Почему у него в 55 лет стукнул инфаркт? Я говорю, что сейчас странно наши опыты. Мы просто понимаем, что это были очень богатые люди, которые покупали себе раму за границей, привозили, которые кушали за границей. Что такое? Ну, маргарина вот эта, просто популярная. В 90-е годы. А, раму. Я бы ее помню. Это были богатые люди, которые как раз таки ели эти масла. Всякие кукурузные, маргарины и так называемые. И у них в 50 лет был инфаркт. То есть это никакая не генетика. Это жратва. Просто жратва. То есть можно просто правильно питаться и не бояться… Правильно питаться? Да, это самое главное. Да, это самое главное. Почему я говорю, хоть я кардиолог, но мне пришлось просто диетологию сейчас получать. Ну, официально, чтобы она уже у меня была. Потому что я не могу вылечить сердце, пока мы не вылечим кишку. Мы не можем сформировать сосудистую нормальную русло, чтобы питание поступало, пока человек правильно питаться может. Важный момент такой тоже, да, подметим то, что получается вот Антон не то, что там назначает какое-то лечение, там, таблетки, но также, да, еще очень важная штука, которую нужно соблюдать, это диета. Диета. Даже не диета, а правильное питание. Правильное питание. Потому что диеты я не люблю. Диета – это ограничение себе. Ограничение себе, там, да, хочется кушать, а как нельзя. Получается, да, избегать всяких вредных вещей. Именно правильное питание. Тоже очень полезное. Продолжение следует.